приехали сегодня из офиса снимать ко мне домой и прямо из офиса я запустил уборку убирает у меня дома но и надеюсь что убирает и к вакс дебот n8 pro плюс посмотрим что он там делает где он а вон он убирает не обманули реально все работает работает и удаленное управление и наша задача в том чтобы протестировать этот пылесос рассказать не вам все самое главное этим мы и займемся в этом видео привет это тостер мы у нас как водится много интересного о домашней техники потому что реальные обзоры и тесты и в этом видео как я рассказал подробно рассказываем и тестируем и к вакс дебот n8 pro плюс робот-пылесос с интересными технологиями надеюсь полезными технологиями навигации по помещению ну потому что это важно для качественной роботизированной уборки плюс здесь авто очистка пылесборника пользователь сам не контактирует с мусором это уже ну такая максимально комфортная эксплуатация в том числе кстати для аллергиков это важно как все это работает работает ли вообще насколько хорошо дебот убирает ответы на эти вопросы мы постараемся дать робот будет убирать мою квартиру смотрите не пропустите ничего итак запускаем уборку и к вакс дебот n8 pro плюс убирает а я рассказываю о нем главное и смотрим результаты уборки собственно чтобы они были норм нужна хорошая навигация робот должен на передвигаться по квартире максимально осмысленно скажем так но наблюдаем что в этом плане нам продемонстрирует этот робот у него кстати в смысле навигации все хорошо так прокачано реально хорошо прокачано во первых работает технология true detect 3d но это красивое такое маркетинговое название да а смысл вот в чем здесь для обнаружения объемных препятствий в реальном времени во время уборки ну и понятно для предотвращения столкновений здесь использован принцип структурированного света трехмерного такого сканирования пространства чтобы было понятней также в общем работают современные технологии распознавания лиц да например на бесконтактных платежей мобильником и так далее происходит лазерное сканирование вот пространство окружающего благодаря чему робот и понимает куда надо ехать а где препятствия стена или ножка стола куда их не нужно плюс минимизирован риск застрять под низкой мебелью или запутаться например в проводах это такая более современная технология чем например инфракрасные датчики препятствия тру мэппинг это еще одно красивое маркетинговое название еще одна технология которая в этом роботе служит качественной навигации тут работает лидар это лазерный дальномер и здесь используются световые волны и контролируется время которое требуется для их отражения от окружающих робота объектов на основе этой информации определяется расстояние до них до этих предметов окружающих тут это проверенная весьма эффективная технология она еще улучшена direct time of flight называется этот лазер он позволяет роботу скажем так изучать окружающее пространство на более дальних его рубежах то есть видеть дальше но сейчас пахнула космосом до более дальние рубежи и так далее и не зря эта технология используется в аэрокосмической отрасли особенно она полезна когда площади уборки такие значительные например в больших домах ну то есть если обобщить тру дитект 3d и true mapping это технологии навигации которые служат осмысленному назовем это так перемещению робота по квартире на реальное построение карты помещения прямо во время уборки плюс запоминание этой карты чтобы каждый раз ее улучшать и в итоге можно сказать но достичь идеала в плане навигации по квартире кстати все эти технологии навигации они позволяют роботу видеть самые разные предметы на полу но вот производитель например информируют что больше не надо предварительно готовить помещение перед запуском робота провода убирать носки собирать ну и вот это все но мы в ходе теста проверили и с проводами в том числе такими знаете довольно тонкими и с носками и с журналами на полу действительно робот это все видит и скажем так избегает контакта то же самое кстати и с продуктами жизнедеятельности животных которые могут случайно оказаться на его пути но у меня сейчас дома нет живности так что не получилось проверить это да и вообще тут я наверное предпочитаю поверить производителю на слово вон там он убирает у меня в прихожей скоро приедет сюда вообще как именно этот робот убирает перейдем непосредственно к форматам уборки скажем так ну во первых тут возможно как классическая сухая уборка так и влажная уборка причем во время влажный пылесос он одновременно собирает мусор и протирает пол это конечно ну не генеральная уборка но для повседневного такого поддержания чистоты еще в наш с вами отсутствие все работает вполне окей что круто здесь есть технология которая позволяет выбрать интенсивность смачивания вот этой салфетки из микрофибры есть четыре режима для разных покрытий пола у меня вот ламинат и для него есть но своя интенсивность чтобы не переувлажнить но и хватило для пусть легкой но качественной влажной уборки а еще есть режимы подачи воды для паркета плитки ну и такой знаете более общий что ли для любых других покрытий но с которыми такие тонкие настройки не нужны как быть если на полу есть ковры влажную уборку в этом случае не запустишь же ну так было раньше сейчас технологии шагнули вперед этот робот-пылесос понимает когда выбирает что впереди ковер и вот ведь умняшка не заезжает на него объезжает то есть не нужно этот момент контролировать и влажную уборку можно также активировать в отсутствие пользователя создав расписание или когда и откуда угодно со смартфона главное не забыть предварительно законнектить пылесос с резервуаром и налить в него воду историю с коврами пока не заканчиваем смотрите если активируете сухую уборку то пылесос понимает что заезжает на ковер и повышает на нем мощность всасывания чтобы максимально все прочистить и собрать весь мусор из ворса ограничения по длине ворса ну они конечно есть но если он небольшой или даже средний робот справится скажу еще что робот преодолевает препятствия и пороги на полу высотой до 2 сантиметров а еще у него по классике 2 вращающихся щетки по бокам противовес этой странной моде последнего времени на одну щетку например пылесосы сяоми этим на мой взгляд страдают именно страдает да и некоторые другие работы и это вот две щетки позволяют максимально эффективно собирать мусор во время уборки больше за один проход управлять уборкой и любыми настройками робота удобно со смартфона через мобильное приложение и к вакс холм хотите отправляйте робота убирать находясь где угодно на работе например хотите создаете расписание уборки можно выделить запретные зоны пылесос туда выбирать не поедет или наоборот обозначить зоны уборки робот уберет только их приложение можно отслеживать процесс уборки смотреть статистику а еще здесь сохраняется карты разных помещений вашей квартиры например если нужно убрать на втором этаже у меня там спальня просто выбираете соответствующую карту и пылесос все уберет только вы его туда отнесите конечно с голосовыми помощниками типа яндекс алисы или google assist пылесос тоже дружит в общем полный удаленный контроль уборки со смартфона но это реально удобно вот в контексте именно робота-пылесоса какая главная проблема со всеми роботами в конце уборки ну правильно нужно не забыть удалить мусор из пылесборника он кстати вот как выглядит объем почти пол литра но это вполне нормальный такой показателя для робота и здесь кстати как видите фильтр созданный парке по технологии так что обратно в помещение пыль не возвращается так вот одна из главных фишек на самом деле этого робота в том что он сам себя очищает мусор воздушным потоком перекачивается сюда в док станцию где попадает в большой одноразовый бумажный мешок его объем два с половиной литра и хватит его очень надолго подумайте ведь робот если будет каждый день в ваше отсутствие поддерживать чистоту будет собирать собирать совсем немного мусора просто потому что при каждодневной уборке его ну не может быть много реально два с половиной литра хватит надолго потом все что нужно будет сделать просто поменять один мешок на другой даже не прикасаясь к мусору конечно иногда я советовал бы промыть и просушить пылесборник робота фильтры просто в целях гигиены и их работоспособности но можно это делать раз в пару месяцев а так вообще реально никакого контакта с мусором как я люблю говорить все все видели сами до съемки пылесос несколько дней уже работал у меня дома и это как раз правильно он что называется по выкся изучил мою квартирку досконально и теперь реально заезжает и убирает везде даже вот этот закуток который у меня зовется в ванной комнатой он его тоже не пропускает да и вообще он у меня в квартире очень аккуратно себя ведет реально никаких с разгона в стену въездов немного мне лениво конечно его таскать с этажа на этаж если у вас не просто маленькая спаренка наверху а этаж побольше можно наверное просто второго робота туда купить но если нет то этот и там нормально убирает просто другую карту активируешь переноси чего на второй этаж и все управляется смартфона удобно качество уборки хорошие мы специально не устраивали супер экстремальных условий ему чтобы ну вот от реальности не отрываться но так чуть мусора подсыпали для наглядности и вот за одну уборку он практически все убрал плюс есть уборка влажная я с ним кстати вот клянусь именно с ним привык к ней теперь просто пару раз в неделю устанавливаю насадку для влажной уборки и вообще доволен ну чередую уборки в общем тостер как канал о домашней техники и я как обычный юзер мы рекомендуем эко вакс дебот n8 pro плюс хороший робот за свою цену не три копейки он стоит конечно но и не космические бешеные деньги для качественного современного робота да еще с функцией авто очистки полисборника это более чем приемлемые деньги это тостер мы не делаем из домашней техники сенсации мы просто показываем как она реально работает ставьте лайки делитесь этим видео с друзьями в конце концов робот-пылесос дома ну реально нужная и полезная техника пока